Среди немногих, кто принял, кто в Иисусе спасение узнал, была Мария Магдалина. Был праздник Пасхи, и Мария, Иисуса Мать и Соломия, пред Агнцем закланным сидели, сидели только, но не ели. А Агнец им напоминал того, кто там в саду лежал. Без горьких трав им горько было, сидит и плачет Магдалина. Пред ней предстала вся картина, как жил Христос и как учил, как Он страдал и как почил, и сердце Девы молодой облилось скорбью огневой. Печали горького страждания, невыразимого терзания душа сносить уже не могла. Скорей пройди, ночная тьма, скорей исчезни тень сомнения, пройди, желанное забвение, и успокойте грудь мою. Но не могла она забыть, кто обещал ее вечно жить, кого Раву не называла и в ком Мессию узнавала, в ком увидала жизнь и свет, теперь того в живых уж нет. И тут невольно перед ней от самых ранних юных лет приходит жизнь воспоминания. Богатый дом, сады, аллеи, невинной юности затеи, а так вот запах алых рост, что привело ее до слез. Коварно смерть ее ласкала, змеиным ядом наполняла, а после сам лукавый змей сиделся прямо в сердце ей. И дива, злившая красой, богатством жизни молодой, теперь презренней была, в народе блудницу излила. Проклятинцы ее клемили, хотя в грехах и сами жили, но по закону ведь она на смерть должна быть отдана. О горе явного обмана, неистелима в сердце рана, а обманувши древний змей, коварно тешился над ней. Такого была, как постричала. Того, кого душа искала, кого так сердце ждало, покорной девы Израиля, нашла того, кого не знала, о ком, как сказки лишь слыхала. Мессия дивный к нам придет и в Царство Божие всех возьмет. Среди безвидной Гололеи нашла Иисуса. Среди аллеи, там, где гришников толпа, его приходила тропа. И заливаяся слезами, Мария вся ушла мышлями той дивной встречи при толпой, когда Христос своей рукой ее коснулся и сказал, ты, древний змей, ее остав. Тебе, Мария, я прощаю, грехи твои и завещаю всем сердцем Господа любить, и будешь с ним ты вечно жить. О, как чудесен был тот час, когда Христос от смерти спас, там Магдалина в ног рыдала, слезами счастья обмывала. Не знал о сердце, что сказать тому, кто может так прощать, кто семь бесов из него изгнал и дать его Царство обещал. О, не могу я того забыть, рову не мой, зачем мне жить, в могилу мне к тебе сойти и там покой себе найти. И тут Мария вспоминает, что не одна она рыдает, ведь он для многих близок был, ведь он так нежно всех любил. Когда я женами ходила, Христу имением служила, видала все, что он творил, как он людей благотворил. Слепие солнце увидали, хромие радостно скакали, больные шли с постели в дом, язык немого пил псалом. Кому нужде он отказал, кому же неправду он сказал, он был так чист, как солнце свет, в небесную светоч был одет. О, злые люди, вы зачем? Крвавым стали палачем, зачем распняли вы любовь, зачем лилась невинную кровь, всего понять я не могу, всего снести я не изнесу. Земля пусть примет и меня, о, мой рову, не как тебя, о, не могу я то забыть. Все время я сколько буду жить, как мой Спаситель, мой Христос, тяжелый крест на плечах нес. И в этот страшный час он не забыл скорбящих нас, он нежным взглядом всех обнял и нас страждая утешал. А грешный грот кричал распнять, на крест его скорей поднять, а мой рову не под Христом, а слабил, падал, и потом вставал, и в гору хрест свой нес, как будто ты не был Христос. Ты словом море восмирал, меня тежни бури воспретил, из гроба мертвых возводил, меня с оков освободил. Но что же ныне вижу я, рову не в силах дед твоя? Когда в град святой въезжал, народ одежды постылял, тебе, младенцы, славу пели, на царский трон вознесть хотели, а теперь они кричат, царь, я с его на крест распять. Сего понять я не могу, сего снести я не снесу. И сердце женское скорбя, горело у пламени огня, и слез не стало, чтобы лить, чтоб пламень в сердце угасить. Народ шумел, народ терзался, в злуби великой беснувался, между них лежало три креста, для двух злодеев и Христа. И вот глухие слышні звуки, что были гвозди в ноги в руки, и средь ярусной толпы восстали три больших кресты. Тяжелая и тягусная картина, как же можно Магдалина когда-нибудь тут все забыть? Голговкий крест стал перед ней, криваво делу палачей, Христос бесит, облитый кровью, а взор Его святой любовью всех так же нежно обнимал, друзей и тех, кто распинал. О, что за дивная любовь! Ружам из ран стекает кровь! Мария слышит, как Христос с Христа молитву произнес. Прости тем, отче, что казнять, они не знают, что творят. Звершилось! Громко возопил, и Богодух отдал почил. Застило солнце за горой, и ночь густой темной тьмой внезапно землю умняла. Природа видеть не могла творца святого унижения. Народ с Голговкой уходил, и в грудь себе, как митр был, невинной кровью усуждения, казалось, им наводить мщение. Гора Голговка упустила, чего Мария и хотела. Она с матерью Христа прошла подножие креста. Вот он висит, облитый кровью, пронзили руки, что с любовью. Ко всем притягивал Христос. О, мой Спаситель, ты понес за что такое поругание? Мария упала, обнимая подножие мертвого креста, а утомные уста плачевную песню воспевали. Йосиф там их и нашел, когда с дня тела он пришел. По разрешению Пилата велика была там утрата для верных, любящих сердец. А вылетел в плачевницу и понесли его в гробницу. Йосиф там в саду своем последний дал Христу прием. Мария женами смотрела, как погребали и хотела последний долг Христу отдать, но поздний час, где мира взять. Застило солнце за горой, и сад безмолвной тишиной от гроба женщин провожал. И только Бог один ли знал всю скорбь и горечь Магдалины. Душа не знала утешения, а в сердце лишь одно стремление горело. Скорей бы ночь прошла, и я пошла помазать телу Иисуса. Но ночь спечить не успела. Глубокий мрак и гроб укрела. И тех, кто стражей там стоял, дневного света ожидал, как и Мария Магдалина. Зарья блеснула. И Мария, и Иисуса Мать, и Соломия взяли миру и пошли. Скорее к гробу подошли. Солнце им лучи бросало, как будто радисно блистало. От сна всех жизни воскресало. В саду деревья зашумели, и как-то дивно птички пели. И трель чудесно соловья уж проснулась земля. Средний ветер их ласкал, дыханием жизни наполнял. Но и при свете ранных роз глаза Марии полный слез. Она того не понимает, чего так сонечко играет, чего так весел соловей. Она ко гробу идет скорей. От там под скалой, под черной каменной плитой. Она спасителя найдет, и тихо в гроб ему войдет, помазать тело Иисуса. Но сердце мизль одна царить, как камень с гроба отвалить. Но горе горью приложилось, и в сердце женское вонзилось. Мария в гробу не нашла того, кому теперь пришла. Лишь плат и пелены лежали, чем жены тело обывали. Последний луч восьмой угас, разбил надежду страшный час. Равуню кто? О, куда унес? Неужели он не был Христос? Неужели памятью о нем не будет гроб на месте сем? Мария в гробу наклонилась, и чудо дивно удивилась. Гроб темный светом усеял, и ангел Божий там стоял. Мария обернулась, увидала садовника, ему сказала, ты тело взял? Куда унес? Скорей, ответь на мой вопрос. Садовник, ответь Мария, я есть Христос, я есть Мессия. Равунь мой, это ты, Господь мой и Бог мой. Тебе я мертвого желала, а ты живой, к ногам упала, наклонилась, и чудо дивно удивилась. Христос сказал, беги скорей, возрадуй плачущих мужей, скажи, из мертвых тот восстал, кто их апостолы избрал, я жду их в Галилее. Мария встала и побежала, нашла мужей, и им сказала, Христос воскрес, Он вас зовет, Он Галилеина вас ждет, там в саду Его я видала, перед Ним стояла и не узнала, Он весь в сиянии блистал, и ангел Божий там стоял, Христос воскрес, Христос воскрес, послава Богу Господа небес, Мария всем сказать спешить, кто третий день о нем скорбит. Слава Богу! Слава Богу! Алелуя! Продолжение следует...